Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. И сегодня мы находимся опять на кампусе ДУФУ, на самой центральной его части. Смотрите, какие тут клумбочки ухоженные, подстриженные такие, под европейские косят, приемная комиссия ДУФУ, студенты ходят туда-сюда. Друзья, кто здесь учится, напишите в комментариях, кто может быть здесь уже отучился. Также отпишитесь в комментариях, какое ваше мнение по поводу данного учебного заведения, нравится вам здесь учиться или нет, может быть есть какие-то особенности в обучении или какие-то нюансы, которые вам хотелось бы озвучить. Может быть другим людям, которые смотрят это видео, будет полезно их узнать. В целом, кампус выполнен достаточно симпатично, все очень чистенько, ухоженно, следят, следится за внешним видом, по крайней мере на главной проходной. А вот вся территория кампуса. Видно, что большая зеленая парковая зона, очень много общежитий. Красным отмечены учебные корпуса и синим общежития. Плюс есть стадион, футбольные поля, корты. Кстати, что-то кофешку построили, что ли? Прокат велосипедов, оказывается, сделали на территории ДВФУ. И вот правила пребывания на территории. Что можно делать, что нельзя, пожалуйста, читайте, друзья. Останавливайте видео и ознакомьтесь с правилами, которые прилагаются к посещению данной территории. Конечно же, нужно соблюдать эти правила, потому что мы находимся в культурном обществе и нужно соблюдать чистоту, уважать друг друга и вести себя культурно. Кстати, на территорию ДВФУ можно пройти свободно. Никто не спрашивает ни паспорт, ни пропуск. Но в кампус, внутрь кампуса зайти можно только через пропускное бюро. Бюро пропусков, так сказать. То пропуск выписывают на паспорт, записывают ваш журнал и, в принципе, без проблем пускают внутрь кампуса. Внутри кампуса очень красиво и интересно. Советую там побывать. Также у меня есть видео на канале обзорная экскурсия по кампусу ДВФУ. Именно по внутренним коридорам. Можете откопать где-нибудь у меня на канале в поиске ютюба. Здесь указатели также присутствуют, где какой кампус расположен и так далее. Мне, например, нужно в кампус С было. Я зашел через кампус Б, прошел через кампус А и дошел до корпуса С точнее. А вот там находится бюро пропусков. Сейчас я увеличу. Вот здесь находится бюро пропусков. Просто приходите с паспортом или с любым документом, доставляющим личность и заходите внутрь корпуса ДВФУ. По поводу парковок. Здесь внутренне, естественно, пускают по пропускам. У всех машин есть пропуска. Я так понимаю, это преподаватели и сотрудники университета ДВФУ. Также есть многоуровневые парковки. Они также почти всегда заняты под завязку, хотя сейчас есть свободные места. Особенно, когда проводятся здесь различные конференции и события, то они заняты. Но можно припарковаться вдоль дороги вот там, что я обычно и делаю. Или там на клумбах можно припарковаться. На клумбах видно тоже корпус Д. Видно, что студенты идут с занятий или наоборот на занятия со своих общежитий. Также большая часть студентов ожидает своих автобусов. Это те, которые проживают именно непосредственно в городе Владивостоке и не имеют прописки Владивостокской. Точнее, имеют Владивостокскую прописку, а те, кто не имеют, они живут на территории кампуса в общежитиях. По ценнику в общежитии я вам не скажу. Может быть, кто живет в общежитии кампуса Д. Уфу тоже так же. Пишитесь, пожалуйста, в комментариях. Дайте информацию, сколько стоит общежитие. Нравится ли вам там проживать. Не чувствуете ли вы себя отдаленными от цивилизации, островитянами, так называемыми. Или вам вполне комфортно и вполне нравится проживать в общаге. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за информацию, которую вы, может быть, здесь оставите, кто ей обладает. А также это поможет другим людям уяснить себе немножко больше информации об данном учебном заведении. Именно из первых уст. Услышать вашу субъективную оценку данного учебного заведения. Благодарю за внимание и увидимся в новых видео. Пока-пока.